Привет тебе Амурчанин, привет тебе Экстремал. Настоящий экстремальный спорт пришел к нам в лице Евгения Благова, юриста начинающего, в том числе поэта, уже достаточно продолжившегося карьеру, продолжающегося карьера, и самое главное, конечно, спортсмена-экстремала. Женя, доброе утро. И просто красавца. Привет, Женя. Ну, расскажи, как твое утро сегодня началось? Как ты экстремальный, и вообще, как ты предпочитаешь свое утро начинать? Он просто живет, наверное, где-то высоко-высоко, и сразу каждое утро раз, спрыгнул с парашюта, пока не тело проснулся. Это мечта. Это мечта, все, что вы говорите, это мечта, но на самом деле утро проходит довольно обычно, но я люблю рано вставать, поэтому, я думаю, довольно все весело проходит, рядом любимая почти жена. Вот, как твое утро. Вставание, все виды экстремальных спортов, все хочу попробовать, вот параплана. Услышал, Ваше здорово. Услышал, Ваше слово бейсджампинг и трикинг. Да, а я еще больше не знакома с Ваше. Насчет катиться, это понятно. Если катится, то мы катимся, а если не катится, то мы это раскатаем, вот, и покатимся на этом. Давай начнем с бейсджампинга. Что это такое? Как-то вот бейсджампинг, ну, в общем, джамп – это прыгать, понятно, все остальное. А с чем его едят? Не очень понятно. Бейсджампинг – это прыжки с парашютом, с фиксированных объектов. Бейс – это аббревиатура. Здание, земля, пролет моста, кран и, соответственно, антенна. В городе у нас очень мало, где можно этим заняться. И, ну, я думаю, мы не будем даваться в подробности, потому что возникают проблемы. Не надо призывать, правильно? Я видел, кстати. Да, я не призываю, абсолютно. То есть я занимаюсь этим, когда на выездах где-то в Москве, жил два года в Китае, там этим занимался. А там как-то больше разрешено или больше зданий высоких, да, с которых можно сигануть. Да, может быть, популяризация как-то больше. Бейсджампинг находится, ну, под вопросом таким, в плане легальности его. Но вот берем Китай, в основном прыжки со зданий, прыгал со зданий, в котором живут друзья, либо, ну, с кем есть договоренность, поэтому проблем с законом никогда не возникало. Жень, ну, в Москве, соответственно, приедай факс на третий этап, раз с 13-го. Да, то есть как бы почему-нибудь... Жень, ну, мне все-таки интересно, почему именно экстремальный вид спорта? Почему не шахматы? Почему не гимнастика? Ну, никакие, в конце концов, может быть, недостаток адреналина или чего-то еще. Ну, попробовав раз, я думаю, да, с детства все так и происходило, что все время хотелось куда-то залезть, откуда-то прыгнуть, что-то, ну, и нашел применение. Самым главным из детства был экстримом, ну, лично для меня, я знаю, сейчас как Женя, это взять малину своровать у соседей, и после этого экстремально бегать по огороду для того, чтобы тебя не поймали. Хорошо, есть еще один, помимо бейсджайпинга, еще назвали, помню, трекинг. Трикинг, трекинг. Начал заниматься недавно, но, по сути, вот, занимался всю жизнь, как оказалось. Оказалось, да. Да, то есть прыжки, всяческие сальто, но связанные в комбинацию, все это происходит в зале, для этого нужна подготовка, координация. Но сейчас это развивается на более высоком уровне, и у нас начинают в городе. Почему всю жизнь? Потому что сальто с детства, всячески где-то бежать, прыгать, это легло в основу, это легло в основу. Координация, четкость движения, владение своим телом, это в основе всего, и, я думаю, за счет этого получается. Вот этот трекинг, это, по сути дела, паркур или вообще не то? Ну, грубо говоря, в закрытых помещениях, то есть сальто, связки намного сложнее, чем паркур, и все это. Чемпион закрытых помещений. Ух ты, да, вот насчет чемпионства я подумала. А бывают ли такие вот виды спорта, которые можно уже в профессиональную область отнести? Скажем так, хочется золотую медальку за что-нибудь. То есть не просто для себя, а как-то поставить на полочку. Сноуборд, я бы хотел принять участие в каких-нибудь соревнованиях масштабных. Я думаю, там есть даже много дисциплин, и джибинг, и фристайл, и бигэр, то есть большие трамплины, большие вылеты на сноубордах. То есть были бы условия, я думаю, у меня бы все это получилось. Зимние виды спорта мы прямо сейчас и обсудим с удовольствием. Да, да, да. Вот, кстати, да, мы предлагаем узнать, какие из зимних видов спорта больше всего любят наши амурчане. Следующего материала. Коньки. Ну, в спортзал хожу. Лыжи, наверное. Сейчас никакие. Сейчас только вот под язык, от сердца и все, и до свидания. На коньках кататься, на лыжах. Ой, вы знаете, ну, санки, катание с горки. Вот молодой человек занимается сноубордом. Катаемся на санках, больше ничего не умеет. Сноуборды эти всякие там, короче, мы на снежинке отдыхаем. На коньках можно покататься. Лыжи. Лыжи. Лыжи, коньки. Посмотрела бы, вот в предвей смотрю. Мы не местные. А мы возвращаемся к беседе с нашим сегодняшним утренним гостем в апельсиновой студии. Евгений Благов, спортсмен, экстремал. И вот, просмотрев ответы амурчан, так и напрашивается вопрос. Ну, а все-таки более традиционные, менее опасные экстремальные виды спорта. Ты, Жень, признаешь? Да, я долго занимался плаванием, сейчас вспомнил. Обожаю коньки. И, то есть, ну, я думаю, фигурное катание у нас довольно традиционный вид спорта. У нас, конечно же, мало где чем можно заняться, но на любительском уровне развиваюсь. Вот, а что касается популяризации, даже если это экстремальный вид спорта, как сейчас? Вот много ли людей, которые уже последовали твоему примеру и захотели тоже заняться, приобщиться к спорту, так сказать? А к чему именно? Надо выбирать, Эльмира, к какому? К бейсджаппингу, трекингу или что-то еще? Или прочее, 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 прочее. Сколько ты людей уже затащил в свою спортивную секцию? Ну, бейсджаппинг. Бейсджаппинг — это отдельная абсолютная история, то есть там нужна очень серьезная подготовка. А, скажем, мои новые знакомые, новые друзья очень активно приобщаются к моим всем занятиям и из одной сферы перетекают в другую. Знакомлюсь с людьми, занимаюсь сноубордом, приглашаю, разговариваем, идем в зал вместе, прыгаем, идем в бассейн, прыгаем с вышки, делаю всяческие сальто. То есть людей довольно много у нас интересных. Нам нужны условия, чтобы заниматься сбором. Вот, кстати, насчет условий. Ну, понятно, да, потому что зал вместе с матами можно где-то найти, можно позаниматься и дома, если у вас большая квартира, зал или подсобка. И много матрасов. Да, и много матрасов, да. В конце концов, на кровати можно просто попрыгнуть. Тоже какой-никакой вид спорта. Но другой момент. Сноуборд, например, да? Как с помощью него скатываться? Да, есть ли у нас где-то склоны, которые к этому достаточно подходят, можно тренироваться, но если не круглый год, но во всяком случае всю зиму? Ну, в районе Маховой поди у нас есть известная база «Снежинка», но тоже не блещущая условиями. Ну, это фактически единственное, и все, и больше нет. Да, строится, я знаю, в Наталино, но пока все, пока ограничиваемся лазанием по разным склонам и маневрируя между деревьями, строя самодельные трамплины, делая на них всяческие сальто. Слушай, ну это же опасно. Ну, между деревьями можно же и не проскочить, а в этом экстрим. В этом экстрим. Я согласен, в этом экстрим. Ну, а, Коль, сегодня мы и Жень говорим на тему отдыха, как все-таки ты предпочитаешь отдыхать? Может быть, от экстремального спорта тоже нужен отдых? Я думаю, мы всегда совмещаем, всегда совмещаем, то есть едем традиционные шашлыки, например, но также сразу берем с собой сноуборды, лыжи, парашюты и все остальное. Все понятно, хорошо. Ну, шашлыки – это шашлыки, это идеальное время для препровождения, видите, даже настоящий большой экстремал, а все равно не чужды простые человеческие радости. Ну, я мясо не ем. А мясо не ешь? А шашлыки тогда из чего? Подожди. Ну, шашлыки условное название для меня. То есть я жарю хлеб, как бы из условий. Что мы еще не знаем? Мы вот что еще не знаем о Жене. На самом деле, мало того, что он не ест мясо, для меня это сейчас открытие, Женя еще и пишет стихи свободные от прыжков в время. Скажи, пожалуйста, а было такое, да, потому что спрыгнул с парашюта, да, и вдруг бац, в голове строчки. И вот земля, 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 несусь, 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 а что же делать, сейчас порвусь. Вот, это от меня сейчас тебе подарок литературный. А можно было часто продемонстрировать? Первое четверостишее. Я прыгнул в Москве со здания, вот как раз когда снималась, с реклама. Приземлился, и огромное стихотворение, ну, вот первое четверостишее. Я люблю на краю стоять, и чувства от птиц не прятать. Тяжко мне по земле шагать, я живу, лишь когда могу падать. Ну, и дальше продолжаем. Очень-очень хорошо, да. Очень интересно, конечно. Женя, большое спасибо за содержательную беседу. Друзья мои, занимайтесь экстремальным спортом, но только обязательно. Первое, найдите Женю, он вам посоветует, чем заниматься. Это в первую очередь. Второе, проконсультируйтесь с врачом, мало ли что. А третье, не забудьте плотненько поесть, потому что мало ли подготовка очень долго будет. А, кстати, еще можно обратиться к астрологам и узнать, как вот, например, сегодня у вас звезды сложились. Предлагаем сейчас прерваться на небольшой зеловой гороскоп. Женя, спасибо, пока. Овны. В первой половине дня возможна некоторая деловая активность, которая обернется для вас быстрой прибылью. Тельцы. День вполне заурядный, и особых расходов или поступлений сегодня не предвидится. Займитесь домашними делами. Близнецам предстоит немало телефонных переговоров. Вечером вы обнаружите за собой несколько забытых долгов. Раки аккуратнее в высказываниях. Старайтесь свести к минимуму разговоры с коллегами, особенно с подчиненными. Львы нынче на высоте. Звезды помогают им в любом начинании, при условии, что дела не конфликтуют с законом и моралью. Девы. Старайтесь не отправляться в поездки. Дела, совершенные на своей территории, несут гораздо больший потенциал. Весы. Опасайтесь конкурентов. Вам неприятностей они не доставят, но ваши идеи могут обернуть в свою пользу. Скорпионы. От вас сегодня зависит многое, так что, принимая решения, тщательно взвешивайте. Все за и против. Стрельцы. Если хотите сегодня заработать, то только в области развлекательного бизнеса. В других делах только траты. В Козероге сегодня возможны премии и небольшие подработки. Возможно, вам кто-то вернет недавно занятые деньги. Водолеи. Вы, как душа компании, сегодня можете громко заявить о себе на корпоративном мероприятии или среди коллег. Рыбы. Некоторые новости сегодняшнего дня могут заставить сменить тактику ведения бизнеса или вообще место работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова